Приветствуем вас на канале Istanbul Dream City. Если вам нравятся наши видео, не забудьте поддержать наш канал своими лайками и подпиской. Чуть больше 100 лет прошло с момента прекращения существования Османской империи, а интерес к жизни, быту, культуре и традициям того периода не утихает до сих пор. Конечно, причиной нового витка интереса к истории Османской империи стал сериал «Великолепный век». Особый интерес вызывала всегда личная жизнь султана, жизнь наложниц и существование гарема. Это было и во времена самой империи, и после ее распада. Мы много рассказываем в наших видео о том, что такое гарем, как жили наложницы, какие традиции существовали в то время, но судя по вашим вопросам в комментариях, понимаем, что есть еще вопросы, которые вас интересуют. Поэтому сегодня вновь вернемся к гарему в Османской империи. А поговорим мы сегодня о том, могли ли наложницы покинуть гарем, что было с гаремом после смерти султана и других интересных законах и традициях в гареме. Но для того, чтобы покинуть гарем, в него сначала надо было попасть. Вот с этого-то мы и начнем сегодня. Путей, как девушки попадали в гарем, было несколько. В качестве рабынь девушек привозили с захваченных территорий или невольничьих рынков. Также наложница могла быть подарена государственным деятелем или правителем другого государства. Кстати, далеко не все в империи имели право преподносить такие подарки. В основном право дарить наложницу султану имели члены династии, родственники султана, знатные паши, супруги членов династии. Например, всем известная сплетня о том, что Ибрагим подарил Сулейману хюрем, купив ее на невольничьем рынке, не соответствует действительности, поскольку положение Ибрагима в то время не позволяло еще делать такие подарки султану. Долгие годы именно таким путем девушки попадали в гарем, но позднее появилась практика, когда девушек в гарем отдавали сами родители в раннем возрасте, ведь проживание в гареме давало возможность получить образование и воспитание, и впоследствии удачно выйти замуж. После отмены рабства в империи девушки или приходили в гарем сами, или были приведены родителями, все с той же целью удачно устроить жизнь. Конечно же, в гарем можно было попасть и еще одним способом, в качестве жены султана, но для этого надо было родиться в семье правителя другого государства или в знатной семье, с которой султану было выгодно породниться. Наверняка вы знаете, что особенно в раннем османском периоде такие браки султанов практиковались и приветствовались. Мнение о том, что в гарем попадали девушки только в качестве наложниц для султана, не совсем верно, поскольку нужны были и те, кто будет выполнять работу в гареме. К таким девушкам предъявлялись меньшие требования относительно внешности, когда их брали в гарем. А вот если девушки рассматривались как потенциальные наложницы султана, то тут существовали определенные требования и стандарты. Конечно, понятия красоты сейчас и тогда существенно отличаются, но все же давайте разберемся, какие схожие черты объединяли тех, кто попадал в гарем в качестве потенциальных наложниц. Все мы знаем, что долгое время худоба воспринималась как болезнь, поэтому в гарем попадали только девушки с пышными формами. В то время считалось, что такая девушка может родить здоровых наследников. Были и султаны, которые очень любили совсем пышных красавиц, поэтому девушек даже специально откармливали. Бледность кожи также очень ценилась в те времена. О том, как девушки выбеливали себе кожу и каким риском подвергали свое здоровье, написано немало статей. Еще одной отличительной чертой были темные волосы. В гарем попадало очень много девушек с Кавказа, поэтому думать о том, что гарем был полон славянок со светлыми волосами не совсем верно. Все было как раз с точностью да наоборот. Предпочтение отдавалось девушкам с темными длинными волосами. Кстати, короткими волосами девушек в гарем не брали. В те времена остригали девушек за провинности, поэтому такую девушку в гарем не брали. Ценились в девушках и густые брови. Но были среди девушек и те, кто никогда не мог попасть в гарем в роли наложницы, даже если они сами этого очень хотели. Не брали в гарем мусульманок. Поскольку девушка, родившаяся свободной мусульманкой, не могла попасть в гарем в роли наложницы, появление мусульманки в гареме могло случиться только при условии, что султан на ней женился. Не брали в гарем и девушек определенных национальностей. Кореянок, китаянок, японок, индианок. Девушек с азиатской внешностью. Тут объяснение простое. Султаны не хотели, чтобы их потомкам передался неподобающий разрез глаз и цвет кожи. По этой же причине среди наложниц не было и темнокожих. Темнокожие девушки использовались в гареме только в качестве рабынь. Их количество не превышало нескольких человек на весь гарем. И появляться впервые в гареме они стали во времена Турхан-Султан. В общем-то, не так уж просто было попасть в гарем в качестве потенциальной наложницы. На самом деле гарем в первую очередь был своеобразным учебным заведением. В основном девушки попадали в гарем в раннем возрасте. Минимальное обучение, так сказать, в гаремной школе было минимум 2-3 года. Поэтому попадание в покои Сулеймана Хюрем, которая не могла и два слова связать по-турецки, является лишь выдумкой сценаристов. Не получив образования и воспитания, девушка не могла и мечтать о покоях падишаха, не говоря уже о том, чтобы попасть на хальвет. В гареме изучали язык и литературу, музыку, танцы, религию и этикет, искусство, рукоделие, кулинарию и домашнее хозяйство, иерархию гарема и прочее. После получения образования появлялись и шансы попасть в покои султана. Но одного образования для этого было мало. Необходимо было проявить себя, обратить на себя внимание матери султана или евнуха, поскольку именно они выбирали и отправляли наложниц султану. И многие девушки прикладывали все усилия, чтобы попасть в покои повелителя, несмотря на то, что это могло означать, что покинуть гарем они, скорее всего, не смогут никогда. Но это давало им своеобразную надежду на лучшее положение и возможности в самом гареме. Если наложница посещала покои повелителя, ей давался определенный срок для рождения ребенка – около двух лет. Если она так и не смогла родить ребенка, но уж очень понравилось султану, то ее могли оставить во дворце, и она даже могла посещать покои и дальше, но только в то время, когда фаворитки или султанши были беременны или не могли посещать повелителя. Но таких случаев – единицы. Если характер девушки был скандальным, ее просто выгоняли из дворца. То есть дворец покинут, можно сказать, свобода. Вот только как же ли эти девушки дальше без средств к существованию, остается загадкой. Также тех, кто не смог родить ребенка, могли выдать замуж за старых пашей, которым уже не нужны были дети. Так себе перспектива, конечно, но при этом девушка получала вольную и покидала дворец. То есть, по сути, еще один вариант на неплохих условиях покинуть гарем, ведь рано или поздно старый паша умрет, и она будет иметь право выйти замуж, да и без средств к существованию не останется. Но это происходило также с единицами. В основном тех, кто не смог родить ребенка, отправляли на тяжелые работы, где они жили до конца своих дней. Жалование у них было очень маленьким. Фактически, они работали за еду и покинуть гарем не имели права никогда. Были среди девушек, не родивших ребенка, и те, кто понравился султаншам или валиде. Тогда их оставляли им в услужение. Но судьбы тех, кто не смог родить ребенка по дешаху, в основном всегда были очень печальными. Именно поэтому все так стремились родить наследника, ведь это позволяло занять совсем другую иерархическую ступень в гареме и не коротать свои дни в нищете за тарелку еды. Давайте теперь посмотрим, что же происходило с теми, кто родил ребенка султану и при каких условиях они могли покинуть гарем. Особое внимание в гареме удивлялось продолжению рода османов. За этим тщательно следили и максимально способствовали. Поэтому беременность наложницы в гареме всегда была настоящим праздником. Все помнят из сериала, как радовались в гареме новости о беременности наложницы. Раздавали сладости, угощения и золото. Если девушка забеременела, ей полагались некоторые преимущества. Наложница переводилась в отдельные покои, ей повышали жалования, естественно одаривали подарками и выполняли ее капризы в пределах разумного. Дополнительно давались в услужение наложницы и в обязательном порядке дегустатор. Кроме того, ей полагались новые наряды из более дорогой ткани и, конечно же, украшения. Жалование наложницы могло вырасти и после родов. Но тут все зависело от того, кого родила рабыня. Если это был мальчик, она имела возможность возвыситься до небес. А вот если родила девочку, то ситуация не была такой радужной. Многие лишались благосклонности султана и так и оставались лишь со своими мечтами о возможности красивой жизни. Забота о беременной наложнице была более тщательной. Вот только о самой девушке никто не думал. Главная ценность был ребенок, который по праву рождения считался членом Османской династии. А вот его мать так и оставалась при этом рабыней. Если же по какой-то причине наложница потеряла ребенка, то особой жалости к ней никто не испытывал. Кроме того, именно она считалась виновной в потере наследника династии. Если наложница родила девочку, то она в будущем, после смерти султана, имела шанс покинуть гарем. Об этом расскажу вам чуть позже. А вот если наложница родила мальчика, то гарем она не сможет покинуть никогда. Но из правил есть исключения, как мы знаем. Например, отец Сулеймана Великолепного, Селим Грозный, выдал замуж одну из своих наложниц, посещавших его покоя, ввиду ее скверного характера. Позже было выяснено, что она была беременна и родила мальчика. Вот только Селим Первый сына не признал. Так что у Сулеймана Великолепного был непризнанный брат Увейс. Друзья, прежде чем я продолжу наш рассказ, хотела бы обратить ваше внимание, что в последнее время все чаще мы сталкиваемся с тем, что наши видео в нарушении наших авторских прав размещаются на различных платформах. Хочу сказать, что у нас нет канала на Рутуб и видео там мы не размещаем. При всей необходимости продолжения рода османов далеко не все наложницы имели право рожать. В разные периоды времени и по разным причинам рождаемость в гареме очень строго контролировали. Одно из самых главных правил в первую очередь касалось наложниц Шехзаде и самого наследника. До момента переезда Шехзаде в Санджак девушкам в его гареме было запрещено рожать. Шехзаде мог иметь детей только после переезда в Санджак. В гареме Топкапы могли рождаться только дети действующего султана. Насколько бы странной не казалась эта традиция современному человеку, но она была и это факт. Поэтому если наложница Шехзаде забеременела, единственный путь был избавиться от ребенка. Медицина в то время была не на самом высоком уровне. Соответственно последствия таких абортов часто были очень печальны. Всех девушек в гареме регулярно осматривали повитухи, чтобы как можно раньше выявить факт беременности и предпринять все необходимые меры. Если наложница выжила, то ее отправляли в старый дворец. Впоследствии она могла быть выдана замуж. Насколько бы большим не был дворец Топкапы, он все же не безразмерный. И поэтому рожать чем больше, тем лучше потомков было не всегда правильным. Содержать такой дворец было очень затратным для казны. Поэтому и в султанском гареме присутствовал контроль рождаемости. Особенно тщательно уделяли этому внимание в период затяжных войн, эпидемий и так далее. Поскольку в это время казна значительно скуднела и средств на содержание большого количества людей в Топкапы не хватало. Вот сейчас наверное вы скажете, неужели султан не мог просто воздержаться от хальвета. Этот вопрос просто не рассматривался в таком ключе. И весь вопрос предохранения был переложен на гарем. Все девушки в гареме вели женский календарь. Поэтому для контроля рождаемости на хальвет к султану отправляли тех, у кого были безопасные дни. Даже фаворитки султана имели право посещать его не чаще одного раза в месяц. Также наложницы использовали и другие варианты контрацепции. Но как вы понимаете, в большинстве своем они были неэффективными. Также, как и в гаремах Шихзаде, в гареме султана наложниц постоянно осматривали повитухи. Далее процедура была одинаковой. Наложниц отправляли на аборт. Это было не во все времена существования Османской империи. Официально зафиксированными фактами контроля рождаемости можно отметить гарем Ибрагима I, сына Кесем Султан, и гарем Абдулхамида. Естественно, вполне вероятно, что это были не единственные случаи. Но о других гаремах таких записей не найдено. Но, несмотря на все правила и устои, в основном все султаны старались оставить после себя огромное количество наследников. Абсолютно никто не думал о том, что произойдет с ними после смерти султана. А мы с вами знаем, что ничего хорошего и не происходило. Либо все были казнены по закону Фатиха, либо заключены в так называемой клетке после его отмены. И для шехзаде, заключенных в клетках, также были выделены наложницы, которые не имели права рожать. Если девушка забеременела от шехзаде, находящегося в кафесе, то это был ее смертельный приговор. По истечении определенного периода времени, наложниц, которым не разрешено было рожать, отправляли в старый дворец или выдавали замуж. Напомню, что если девушка выходила замуж, она получала вольную и покидала гарем. Были среди наложницы те, кто никогда не бывал на хальвете у султана, и они имели право покинуть гарем. Если в течение девяти лет девушка ни разу не побывала на хальвете, то она могла подать прошение на получение вольной и покинуть гарем. Также ее могли выдать замуж, если она сама того желала, или если она приглянулась фавориткам или султаншам, отдавали им в услужение, при условии, что девушка сама желала остаться в гареме. А какова же была судьба наложниц после смерти султана? Могли ли они получить вольную и покинуть гарем? Для ответа на этот вопрос необходимо понять в первую очередь, какой был статус наложницы на момент смерти султана. Если наложница являлась матерью нового султана, то тут все предельно ясно. Она становилась валидой султан и в ее управление переходил весь гарем. Но, как вы понимаете, уже вряд ли бы она стремилась его покинуть, имея такую власть. Наложницы, которые родили дочерей умершему султану, отправлялись в старый дворец. Иногда с дочерьми, иногда нет. Тут все зависело от новой валиды султан. Дочерей умершего султана впоследствии выдавали замуж, а вот их матери не имели права выйти замуж и оставались доживать свой век в старом дворце. При этом, естественно, они получали все блага и в том числе и гаремное содержание, размер которого устанавливался уже новой валиде или султаном. Но история знает случай и далеко не один, когда их выдавали замуж, то есть фактически они могли покинуть гарем и получить вольную. С наложницами, родившими умершему султану Шекзаде, история была немного другой. Во время действия закона Фатиха, как мы знаем, султан, вошедший на престол, казни своих братьев. Их матери часто добровольно отправлялись вслед за сынов, не пережив горя. После казни Шекзаде их матери отправлялись в старый дворец, который они не покидали до конца своих дней и не имели права выйти замуж. Им, конечно же, полагалось содержание и обеспечение, но история знает единичные случаи, когда их все-таки выдавали замуж. После отмены закона Фатиха Шекзаде содержались в так называемых клетках, а их матери отправлялись в старый дворец. Если девушка была фавориткой умершего падишаха, но так и не родила ему потомка, тут участь ее могла быть разной, в зависимости от сроков. Если она была фавориткой дольше времени, выделенного для того, чтобы забеременеть, то ее могли отправить на тяжелые работы. Гарем она никогда не могла покинуть и оставалась работать только за еду и крышу над головой до конца своих дней. Если же наложница была фавориткой меньше установленного для беременности времени, ее могли как отправить в старый дворец, так и выдать замуж. Для тех, кто никогда не посещал покои умершего султана, участь тоже была разной. Или старый дворец, или тяжелые работы, или замужество, что было чаще всего. Или же, если срок ее пребывания в гареме был близок к 9 годам, то наложница имела право просить вольную и покинуть гарем. Были и те, кто был в хороших отношениях с новой валиде, таким образом имели шанс остаться во дворце, заняв какую-либо гаремную должность. Рассказы о том, что новый султан мог забрать себе понравившуюся наложницу из гарема отца, не имела никакого обоснования, поскольку одна и та же наложница не могла посещать покои повелителя и шехзаде, и за этим строго следили. Совсем другая участь была у наложниц шехзаде. Например, если шехзаде умирал, то его наложница, даже родившая ему детей, могла быть выдана замуж. История знает такие случаи. Например, наложница шехзаде Мехмеда, сына Сулеймана и Хюрем, родившая шехзаде дочь, после его смерти была выдана замуж. То же самое могло быть и с наложницами, казненных шехзаде. Например, наложница шехзаде Мустафы, родившая ему сына, также после его казни была выдана замуж. Вот такими разными способами наложницы могли получить вольную и покинуть дворец. Если вам понравилось наше видео, мы будем признательны вам за поддержку, нас вашими лайками и подпиской. Спасибо, что оставались с нами.